МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По сведения американской газеты Wall Street Journal, власти Германии рассматривают возможность введения санкций против России в ответ на ее действия в Сирии. И хотя официального подтверждения этого сообщения нет, оно привлекло большое внимание. Новые ограничения могут помочь Берлину заставить Россию изменить курс в Сирии. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal. По данным издания, возможность принятия Брюсселем экономических санкций находится на ранней стадии обсуждения. Пока не ясно, получит ли эта инициатива поддержку у социал-демократов, партнеров по правящей коалиции Христианско-демократического союза Ангела Меркель. На вопрос парламентского корреспондента Deutsche Welle о возможных санкциях против России представитель германского правительства ответил следующее. На данный момент я не знаю никого в Берлине или где-либо еще, кто бы выдвинул подобное предложение. Обо всем можно дискутировать, я с этим согласен. Но о конкретных планах по введению санкций против России, Ирана, какой-либо другой страны, я ничего не могу сказать. Тем не менее, как пишет Wall Street Journal, имеются первые признаки того, что Евросоюз, разочарованный действиями России в Сирии, и опасающийся ухудшения ситуации с беженцами, может в ближайшие недели занять более жесткую позицию по отношению к Москве. Более подробно обсудим эту тему с парламентским корреспондентом Deutsche Welle в Берлине Никитой Жолквером. Никита, официальную позицию мы услышали. Насколько вероятно, что этот вопрос все-таки обсуждается с закрытыми дверями? И если да, то насколько серьезно ведется это обсуждение? Нам нечего добавить к тому, что вам ответил господин Мартин Шефер на правительственной пресс-конференции в среду. Так мне ответили сегодня на вопрос, который я задал в Министерстве иностранных дел ФРГ. Но если не обсуждают публично вопрос о санкциях, то в кулуарах, конечно, речь об этом идет. На это достаточно прозрачно намекнул уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернат Эрлер. Я знаю, что эта тема поднималась на закрытом заседании внешнеполитической комиссии Бундестага несколько дней назад с участием министра иностранных дел ФРГ Франка Вальтера Штайнмейра. Ну и, наконец, на встрече дипломатов из пяти западных держав в среду вечером в немецком МИДе эта тема, скорее всего, тоже обсуждалась. Никита, а что говорят об эффективности санкции против России? Тут настроение, скорее, скептический. По трем причинам, которые я бы сформулировал так. Первая причина – это чисто международное право, юридическая причина. Вводить санкции Запад может, не нарушая международное право. Что касается санкций за Украину, то там международное право, говорят, в Берлине нарушено не было, поскольку Россия, один из участников ОБСЕ, нарушила принципы этой организации и поэтому могла быть за это наказана. Что же касается Сирии, то тут решение о санкциях должна принимать ООН, что практически невозможно. Вторая причина – это непредсказуемость российского президента. Тут говорят так – не надо загонять Владимира Путина в угол, неизвестно, как он на это отреагирует. Ну и конец. Третья причина – это экономическая неэффективность каких бы то ни было таких вот санкций. Говорят, что санкции, введенные за Украину, носят чисто символический характер. А вот по-настоящему болезненным было бы введение эмбарго на импорт российской нефти и газа. Но на это не готова пойти ни Германия, ни тем более другие страны Европейского Союза, которые целиком зависят от поставок российских энергоносителей. Спасибо, Никита. Я напомню, на связи со студией был парламентский корреспондент Deutsche Welle Никита Жолкер. Действия России в Сирии вызывают резкую критику США. Они даже прекратили диалог с Москвой. С критикой Кремля выступает даже кандидат в президент от республиканцев Дональд Трамп. Между тем, решающую роль на выборах будут играть другие темы, в том числе и такая – возводить ли дальше на границе стену против нелегалов из Мексики или нет. За месяц до выборов президента США эта тема разделяет американцев. Корреспонденты Deutsche Welle побывали в районе американо-мексиканской границы в Аризоне. Это раньше в Южной Аризоне. Его хозяин Джим Чилтон берет нас с собой показать свои земли. Более 20 тысяч холмистых гектаров, которые тянутся до мексиканской границы. В течение многих лет это был один из главных маршрутов для нелегальных мигрантов. А теперь и для наркокартелей. Джим рассказывает, как однажды встретился с перевозчиками наркотиков. Они были на вершине холма и увидели меня в бинокль. Я был с ружьем. Когда я приблизился к ним, они разбежались, оставив четыре больших 30-килограммовых пакета марихуаны. Эти кадры сделаны скрытой камерой. Так доставляют наркотики из Мексики. Почему столь легко пробраться сюда? Чтобы выяснить это, мы отправляемся на границу. Два часа на машине и по холмам, потом еще пешком, и мы на месте. Как выяснилось, американо-мексиканская граница – это просто непрочная града из проволоки. Высота около метра. Для международной границы это просто смешно. Джим хочет, чтобы вместо заграждений была стена и база для пограничников. Сейчас они находятся за три часа на север отсюда. Раньше Джима – безлюдные земли. Тем временем за несколько сотен километров отсюда, в столице Ризоны, Фениксе, волонтеры готовятся к обходу домов местных жителей. Это часть агит-компании, чтобы побудить испаноязычных граждан зарегистрироваться для голосования на выборах. Это внепартийный проект, но для многих мотивация ясна – остановить Дональда Трампа. Клаудия – одна из 11 миллионов мигрантов, у которых еще нет своего права голоса. И это ее способ принять участие в выборах. На самом деле это очень мило и важно помочь им зарегистрироваться. Я сказала, пожалуйста, не забудьте проголосовать, потому что на этих выборах вы и мой голос. Главная цель – зарегистрировать более 100 тысяч новых избирателей. Этого может хватить, чтобы победить Трампа здесь, в Аризоне. Для Клаудии победа над Трампом станет местью человеку, который, по ее словам, демонизирует таких, как она. Тут много ненависти. Это ужасно. Я не хочу такой страны для своих детей. Мы не можем позволить ему выиграть. Он опасен. Но Джим не согласен. По его словам, ситуация на его ранчо больше не может быть такой, какая она сейчас. Почему я должен жить на оккупированной наркокартелями территории? Почему бы не возвести стену, и чтобы люди пребывали в страну легально? Потребности в стене более очевидны для Джима и его жены Сью. Но чем дальше от этих приграничных земель, тем больше кажется, что стена – это скорее символ, а не реальность. Символ, который разделяет Америку. Другая тема. В преддверии дня рождения Бориса Немцова на Украине в прокат вышел фильм о нем. Он называется «Мой друг Борис Немцов». На премьерном покаде в Киеве побывал наш киевский корреспондент Александр Индюхова. Так на вокзале началось знакомство тогда еще 22-летней Зоси Раткевич с оппозиционным политиком Борисом Немцовым. В 2012 году Зоси начала снимать свой документальный фильм о немцове. Она хотела сделать его кинопортрет более интимным и намеренно снимала его жизнь с максимально близкого расстояния. Нас ебут, а мы крепчаем же, как известно. У меня другая совсем философия такая, почти, знаешь, такая тибетская. Я его должен пережить. Из 90 часов видео получился 70-минутный фильм под названием «Мой друг Борис Немцов». Я хотела сделать комедию с Немцовым главной ролью о том, как происходит политика в России. И убийство, конечно, все поменяло. Многие кадры и монологи Немцова, возможно, не вошли бы в фильм, но после его гибели они приобрели совсем иной подтекст. Я просто более внимательно начала относиться к каким-то эпизодам, например, где он рассказывает про крещён ли он или нет, где он шутит постоянно о своей смерти. Такие эпизоды у меня как бы линии проходят через весь фильм. Слушай, хочу быть звонарем. Язык всегда стальной. Я разбужу Россию тогда сразу. Ну, вы мне язык показываете. Зося Радкевич впервые представила свой фильм в Киеве 5 октября. Немцов открыто поддерживал Евромайдан, выступал против политики Кремля в отношении Крыма и Донбасса. И многие киевляне пришли на премьеру именно по этой причине. Больше личных моментов было показано в фильме, чем можно узнать из новостных сводок или из каких-то сухих статей. Нужно смотреть для того, чтобы понимать, что в России есть люди, которые не говорят, что Путин – это хорошо. Он думал не только о себе, да. Он думал обо всех, о будущем страны, детей своих. Вот эта человечность и в то же время идейность – то, что мне понравилось. Украинская премьера приурочена ко дню рождения Бориса Немцова 9 октября. Это и день рождения самой Зося Радкевич. Фильм выходит в прокат в кинотеатрах Киева, Харькова, Одессы и Львова. Тетка какая-то вас так взглядом проводила. О, говорит, что останется. Ведомство Германии по надзору за финансовым сектором не смогло найти доказательств того, что Deutsche Bank занимался отмыванием денег в России. Об этом сообщает немецкая газета The Deutsche Zeitung. Подробности в обзоре новостей. Расследование так называемых зеркальных сделок с ценными бумагами, которые проводила российская дочка Deutsche Bank, пока не закончено. Сделки, о которых идет речь, возможно, позволили российским клиентам, подпавшим под санкции, вывести из России порядка 10 миллиардов долларов. Депутаты польского парламента подавляющим большинством проголосовали против закона проекта о полном запрете абортов в стране. Он был внесен в Сейм на минувшей неделе по инициативе Гражданского комитета остановить аборты. Законопроект спровоцировал волну протестов по всей стране. Губернатор американского штата Флорида дал указание приступить к эвакуации полутора миллионов человек в связи с приближением урагана Мэтью. В результате удара стихии в странах Карибского бассейна уже погибли более 60 человек. Президент США Барак Убама призвал серьезно отнестись к предупреждениям. Собственность можно восстановить, потерянную жизнь нет, сказал американский лидер. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете о развитии событий в следующем выпуске ДВНовости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин